До ухода Renault из России предполагалось, что АвтоВАЗ откажется от собственных платформ и постепенно переведет все лады на тележку альянса Renault-Nissan. Крайним сроком назывался 2026 год, однако этим планам, скорее всего, не суждено сбыться. С одной стороны, как уже объяснил глава автогиганта Максим Соколов, формально ВАЗовцам разрешено применять французскую архитектуру, и для следующих поколений Нивы и Гранты, до премьеры которых оставались считанные годы, и для нынешней линейки Renault, включая Logan и Duster. Но заниматься последними руководство пока не планирует. У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же, как и Renault Duster, но мы внимательно взвешиваем все риски. В том числе, риски возможной недопоставки необходимых компонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьезных временных ресурсов. Более того, на Петербургском экономическом форуме господин Соколов объявил, что марке Lada предстоит разработать собственную архитектуру. Правда, создание базиса, на котором можно будет строить высоко локализованные автомобили, займет продолжительное время. В долгосрочном плане наша задача создать новую, современную, полностью российскую платформу автомобиля, обеспечить ее глубокую локализацию и с точки зрения радиоэлектронного оборудования, и автоматических коробок, и двигателей, и других элементов. В этом году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы АвтоВАЗ планирует направить около миллиарда рублей. Часть из этих средств как раз пойдет на разработку новой тележки. Разработка платформ — это дело небыстрое. Хотелось бы сделать это завтра или послезавтра, но на это уйдут годы. Мы предполагаем, что даже имея определенные наработки, базирующиеся на платформе Lada Vesta, нам потребуется не менее трех-четырех лет. Ключевой момент тут — упоминание Vesta. То есть вазовский флагман, во времена Рено, казавшийся тупиковой ветвью развития, вдруг оказался востребованным. И все следующие Lada будут развивать архитектуру BC от Vesta. Что касается рестайлинговой Vesta, которую показали 22 февраля, то из-за санкций и логистических проблем успели собрать лишь несколько десятков машин. По мнению вазовского президента, обновленное семейство придется отложить на 23-й год.